Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала. Это канал Alex & Play. Мы продолжаем играть в мод Казередукс в Казерех Экспэншн за германское национальное рабочее государство. За дядюшку Геби. Все как обычно. И в прошлой серии мы начинали, занялись экономикой. Занялись экономикой, ну и различными тут реформами. Создали штази, разведывательное агентство, фолькштурм, национализировали УФУ. Также изменили нашу идеологию на национал популизм, статализма. И открыли решение земля и кровь по поводу нашей нации. Это в основном всякие такие оздоровительные вещи в основном. Основные права животных, обязательные виды спорта, охрана окружающей среды. В общем, все, чтобы оздоровить нашу нацию. Ну и, конечно же, решили проблему с экономикой. Теперь у нас уже ограниченный рост. Ну и у нас уже появляется новая тяжелая промышленность. Ну и под конец прошлой серии мы, во-первых, восстановили немецкий рабочий фронт. И стали придумывать планы по постройке великой социалистической архитектуры. В общем, будем заменять нашего министра экономики Грегора Штрассера на Альберта Шпера. Ну и, в общем, сегодня мы полностью дореформируем нашу Германию. А я думаю, что еще мы докачаем полностью нашу экономику. Тут МСНП, МСП точнее, всякие ракетные технологии и прочие. Будем качать атомные проекты, новая нефтяная промышленность, гидроэнергетику, разработку ракет. Построим сеть автобанов, всякую инфраструктуру, железные дороги для наших поездов. Ну и, возможно, начнем реформировать армию. Возможно, мы этим сегодня займемся. Ну что ж, присаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Также давайте все-таки базовые права, основные права животных возьмем. Все-таки докачаем уже решение земли и крови. Первая собака Германии. После подписания указа о гарантии базовых прав животных, в кабинете нашего лидера состоялась небольшая вечеринка с участием высокопоставленных членов НМНП. После ее окончания в подарок к Орнчеву была доставлена красивая собака, которую он тут же принял как нового члена семьи, назвав ее Сьюзи. Все любят Сьюзи. Футарк. Гебби объявил, что латинский алфавит, ввиду его иностранного происхождения, будет вытеснен письменностью германского футарка. Все граждане будут обязаны изучить футарк, так как через два года латинский алфавит будет запрещен для использования в официальных документах и школах. Возвращение к старому. Футарская письменность нам будет добавлена, эффективность зарубежной подрывной деятельности минус 10% и шифрование плюс 30%. Это замечательно, это здорово. Врагов у нас будет меньше и больше, и меньше желания вторгнуться в нашу страну и построить агитационную сеть. Но хотя у нас все равно проблемы. Уровень действий иностранных держав очень серьезный. Это, конечно, плохо. Не катастрофическое, но тоже неприятное. Конечно же. Ну вот, мы изменили Штрассера на Шпера. Тотализм. Хотя не понимаю, почему все равно тоталисты остаются в качестве министров, ну то есть революционные правители. То есть министры, которые склонны к революционным идеям. Вот. И это, конечно, странно. А может и нормально, не знаю, если оно у нас же... Марксизм уже остается. Поэтому ничего страшного. Так. Ну главное, мы министр экономики поменяли. Он мне больше нравится. Сохранение эффективности производства плюс 10. Максимальная эффективность производства плюс 5%. Так, дальше. Давайте возьмем враг государства номер 1. Они находятся среди нас, повсюду. Эти изобретатели и пропагандисты капитализма. Эти революционные капиталистические змеи прячутся в кустах, контролируя банкиров как за границей, так и даже у себя дома, ожидая идеального момента, чтобы нанести удар по нашему рабочему раю и вернуть нас в свои дебильные руки. В недавней речи наш лидер Гебби обрушился с критикой на банкиров, как иностранных, так и отечественных. Он объявил их государственными злодеями. Врагом общества номер 1. И проказал армии окружить всех оставшихся банкиров, все еще скрывающихся на границах Германии. Евреев или нет, захватить немногие частные банки, которые оставались открытыми в слепых зонах правительства. Птическая власть сменится на 50, просбаза стабильности минус 15 и минус 12 тысяч ресурсов. Ну и давайте обязательные виды спорта введем. Через 30 дней они будут введены в качестве законопроекта. МСП. Недавно созданное Министерство специальных проектов было создано для того, чтобы использовать величайшие умы нашей страны, чтобы держать нас на переднем крае гражданских и военных наук. Некоторые из этих светлых умов выразили обеспокоенность по поводу предлагаемых нами проектов и разрушительной силы, которые они могут повлечь за собой, но им следует замолчать. Мы знаем, что если мы не создадим эти изобретения, то это сделает кто-то другой и использует их против нас. Будет добавлена идея Министерства специальных проектов, что даст темпы исследования синтетических ресурсов плюс 10, темпы исследования в электронике плюс 10, а также темпы исследования в промышленности плюс 5, темпы исследования плюс 15 и бонус за обмен технологиями. Плюс 5. Давайте возьмем Культуркамп. Церковь и другие организации, связанные с ней, глубоко укоренились в немецком обществе. Это дало им такую степень власти, которую мы считаем неприемлемой, особенно с учетом того, что церковь отрицает нашу легитимность. Однако теперь мы чувствуем себя в достаточной безопасности, чтобы отправиться за церковью. Священники, диссиденты будут заменены на иконография, будет уничтожена, а вместе Библии будет распространяться новая священная книга под названием Капитал. Эта новая церковь рабочего не будет иметь иерархии, не будет питать недоброжелательство государству. Теперь мы спасли рабочего не только в физической сфере, но и в духовной. Удобная идея, в общем, не буду зачитывать, потому что неправильно зачитаю, что даст ежедневный правоспалит власти нам и урон вражеским гарнизонам в наших регионах, оккупированных врагов, врагом. Но это нам особо не особо пригодится, поэтому не знаю. Но есть так есть. Так, давайте создадим Volkswagen. Народный автомобиль для немцев. Черная книга партии. Наш Кормчий упубликовал этот идеологический шедевр, в котором зафиксированы его идеологические мысли о государстве и обществе. В каждом доме нашей страны должен быть экземпляр этой книги, а также каждый немец должен ее получить в свой шестнадцатый день рождения. И, конечно же, каждый гражданин должен внимательно прочитать ее, чтобы легко обнаружить и сообщить о любых формах антиправительственных высказываний, действий или подобного рода вещей. Такая у нас книжка теперь появилась. Дальше давайте решение по строительству железных дорог возьмем. Хотя Старая Империя мало что сделала для нас и для немецких рабочих, по крайней мере нельзя отрицать, что она сотворила чудеса для улучшения своей инфраструктуры. Однако Кайзер, как обычно, сделан недостаточно. Сегодня мы начинаем работу над грандиозной и амбициозной программой BRITZPURBACHNEN, или двухколейной железной дорогой, которая свяжет города нашей страны с железными дорогами большой колеи, перевозящими наших благородных граждан в двухэтажных железнодорожных вагонах Grand Hotels of the Rails. Это будет трудоемкий проект, так как большая часть существующей железной дороги также должна быть демонтирована, чтобы соответствовать нашим новым стандартам. Но затраченное время окупится в 10 раз за счет скорости и безопасности, которых мы достигнем на наших новых рельсах. И также скорость дивизии плюс 10% будет добавлена идея. Корпус Народной Гвардии. Хотя армия, безусловно, является авангардом революции, исторически военные также были убежищем для реакционных элементов. Посмотрите на один из бесчисленных военных переворотов в истории, чтобы показать, что армия может быть как нашей величайшей силой, так и нашим самым свирепым врагом. Чтобы защитить нашу революцию с помощью действительно революционного военного органа, мы сформируем корпус Народной Гвардии, КНГ, для защиты революции. Они получат лучшую подготовку и снаряжение, которые может предоставить наше государство. Им будет поручено защищать революцию от всех внутренних врагов, одновременно охраняя само государство. Будет добавлена идея РП, революционный полк, что даст ежедневный правоспалит власти, скорость дивизии плюс 2, опт-армии плюс 50 будем получать, вот это, конечно, вкусно. Скидем ресурсы провинции плюс 5, организация дивизии плюс 10, разведанные врагов минус 10, потеря организации при движении минус 50, это тоже, конечно, нехилый баф для дивизий, небоевые штрафы за недостаток снабжения минус 20, скорость восстановления дивизии плюс 10, стабильность плюс 10, поддержка войны плюс 20, так и дивизии на национальной территории плюс 3, шифрование плюс 5, скорость пополнения плюс 5, максимум планирования плюс 5, изменение максимум командного ресурса плюс 25, и, наконец, правосбазовая стабильность плюс 5%. Да, бафов тут, конечно, нам от души накинули. Это прям интересно, что так дали. Столько бафов нам. Ну и также давайте уже будем строить первые железнодорожные линии. Давайте Кёльн, Дюссельдорф, Ганновер, Гамбург построим пока что. А потом, хотя надо было начать, наверное, с линии Берлин, Гамбург, но, в принципе, без разницы. Также давайте построим сеть автобанов. Для быстрого экономического роста нам нужна инфраструктура, более гибкая, чем железные дороги. Мы сделаем крупные инвестиции в сеть автомобильных дорог под названием автобан. В общем, получим тут поединички инфраструктуры во многих регионах. Прекрасно. Создание Volkswagen. Благодаря недавним усилиям под целевому финансированию национализированных автомобильных заводов в Германии, партия создала недорогой автомобиль, доступный немецкому народу, названный народным автомобилем. Или, если точнее, Volkswagen. Он значительно дешевле по сравнению с иными автомобилями, представленными на рынке во времена правления Кайзера. При этом лишь незначительно уступающий в качестве эффективности. Ожидается, что благодаря появлению доступного для населения транспорта сократится время пути до работы и обратно, а также снизится нагрузка на общественный транспорт. Помимо очевидного повышения эффективности, новый автомобиль теперь даст немецким семьям больше возможностей путешествовать по Германии. Будь то отдых или отпуск. Ожидается, что к концу года, когда государственные автомобильные заводы начнут выпускать с конвейера первые автомобили, Volkswagen будет уже доступен в большинстве крупных городских центров. Настоящее чудо немецкой инженерной мысли в руках народа. Также давайте построим Volk Semp Funger, то есть радиоприемник, можно хотя... Не, это не радиоприемник, это телевизор. Давайте телевизор не создадим, это нам очень поможет в качестве пропаганды. Ночь длинных. Несмотря на наши большие успехи в консолидации государства под нашим руководством, нам все еще приходится бороться с очагами внутреннего несогласия, в основном сосредоточенными вокруг оставшихся лидеров Конгресса. Мы должны разобраться с ними и ужесточить контроль над браздами правления. Позитическая власть имеется на плюс 50, плюс база стабильности минус 15, но у нас и так стопроцентная стабильность. Ну и ресурсы минус 5000. Мужчины среди мужчин. Холодное утро в Западной Германии на одном из различных центров подготовки офицеров РП. Солнце светит за горизонтом, туман рассеивается, и влажная трава блестит в солнечных лучах. Это был бы прекрасный день, если бы он не был одним из самых тяжелых учебных дней для нового поколения элитных офицеров Германии. Группа курсантов, вооруженные лопатами, стоит на твердой грязи в поле, и начальники наблюдают за ними. Затем они отдают приказ начать рейтеров, которые не смогут лечь. Загвоздка в том, что танк на другой стороне поля вот-вот начнет движение в их сторону. Если они замешкаются, их, ну в общем, вы поняли. Им нельзя замешкаться. Если они побегут, их расстреляют. Запускается время, и танк начинает приближаться. Кандидаты судорожно роют яму, а танк приближается все ближе и ближе. Один корабль кандидат указывает остальным копать в определенных местах и призывает их копать ради своей жизни, как бы они не устали в кости. Один пытается бежать, когда танк уже почти подошел. Его как следовало ожидать грохнули с башни. Храбрый кандидат приказывает своим товарищам копать усерднее, не обращая внимания на слабого труса, который бежал сам и не помогал многим. Этот танк проезжает в нескольких метрах, от них ров уже готов. И отважный кандидат следит за тем, чтобы каждый человек успел запрыгнуть в него. Когда танк проезжает мимо, учение заканчивается. Данная часть спускается вниз, чтобы поздравить курсантов. Они особенно хвалят храброго солдата, который командовал своими людьми с мужеством, ставя их выше себя. Если Германия будет производить больше таких мужчин, ее будущее не за горами. Предатель. Был поздний вечер, когда дверь в кабинет нашего лидера тихо открылась, и в нее вошел Паттель. Достав свой люгер, он направил его прямо на гебе. Он начал говорить старобарщину из странной вещи о том, вещи о том, что наш Кормчий является реакционером и недостаточно революционен, что он предал революцию, которую он, Карл Отто Паттель, теперь будет спасать от него. Кормчий пристально посмотрел в глаза Паттеля и сказал, что такого уродливого человека, как Паттель, никогда не следовало ставить во главе чего-либо, после чего раздался выстрел. И так все закончилось. Так, герой. Паттель лежит на полу, корчись от боли, когда кровь уходит из его тела из-за дыры в спине. За ним стоит Эрнс Трём, глава подразделения Фокуштурма, отвечающего за безопасность лидера. В общем, будет убрана идея Карл Отто. А, он у нас, кстати, министром внутренних дел. Отто Паттель теперь будет, короче, Рём. Вместо него. Ну да, тут хотя бы дебафов никаких не будут. Хотя там тоже дебаф особо никаких не было. Но да ладно. Начнём уже военные заводы потихоньку строить. Гидроэнергетика. Чтоб поддерживать нашу огромную промышленную мощь, нам нужно больше энергии, электричества. Мы получили большую часть этого за счёт ископаемого топлива. Но большая часть этого поступает за счёт импорта. Это делает нас уязвимыми перед капризами других сил. Чтоб несколько исправить эту ситуацию, мы будем развивать наши гидроэлектростанции. В Германии много рек от крупных до Рейна и Эльбы, до более мелких, таких как Одер. Мы построим среди них столько плотин, сколько сможем, чтобы извлечь скрытую силу природы и использовать её в промышленной машине, способной двигать небо и землю. Стану доступно решение по гидроэлектроэнергетике. Так, давайте построим дамбу во Франконии. Во Франконии построим гидроэлектростанцию пока что. Потом на Вюпере тоже построим гидроэлектростанцию. По мере того, как список диссидентов и врагов народа становится длиннее, число людей, заполняющих наши тюрмы, достигло критического уровня. Что ещё хуже, так это то, что у значительного большинства из этих людей не было ни одного дня в суде, что вызвало критику со стороны некоторых. Однако, выпустить всех этих людей обратно на улицы означало бы только наращивать катастрофу. Чтобы решить эту проблему, Геби потребовал создания сети центров, несудебных реабилитационных центров для военнопленных, чтобы содержать этих нежелательных личностей до тех пор, пока они будут обработаны. То, как мы должны их обрабатывать, потребует другого окончательного решения. Но мы можем подумать об этом позже. Будет добавлена идея, что стабилон заводского производства плюс 10, новые на базу населения минус 5, конечно. Это не очень хорошо, но что поделать. Мы, естественно, это все осуждаем. По всей Германии многие семьи получают бесплатные радиоприемники. А, все-таки радиоприемники. Я-то думал, все-таки это телевидение. или же радиоприемники по значительно сниженым ценам. Это новое массовое производимое радио, названное «Folxem фангер, должно принести развлечений и предметы первой необходимости и дома каждого немца. От радиопередачи Уфа до новейшей музыки и даже от последних государственных новостей до речей самого нашего лидера. Новое радио должно поднять моральный дух каждого немца по всей стране. Оно также служит средством индоктринации, поскольку радиостанции транслируют лишь государственные программы, которые будут как и утончены, так и нет. Распространение идей НМННП в подсознании немца. Веселье для всей немецкой семьи. Во! Вот теперь мы создадим телевидение. Вольк Сэм Фангер еще будет заменена идея, то есть и радио и телевидение теперь будет. Давайте создадим. Новая нефтяная промышленность. Мы будем использовать методы производства синтетической нефти, разработанные Британским Союзом, чтобы поддерживать потребление топлива за счет сжижения угля. Отлично. Будет добавлен идея революции в добыче синтетического масла, что даст темпы исследования синтетических ресурсов плюс 20, рост горючего от нефтеперерабатывающих заводов плюс 75, запас горючего плюс 40 и скорость строительства нефтеперерабатывающих заводов плюс 20%. Прекрасно. Так, дальше давайте линию построим Берлин Гамбург. Возрожденная Германия. Благодаря упорному труду, выдержке и целеустремленности мы построили новую Германию на попелище старой. Многие думали, что построить рабочую утопию, вырезав сердце реакции, невозможно, но говоря уже о том, что она продержится так долго, как сейчас. Однако мы доказали, что они ошиблись и мы готовы донести нашу новую немецкую революцию до всего мира. Выданная идея Das New Deutschland. Позвольет событие День в Мюнхене. Ну и тут тоже неплохие бонусы нам дают. День в Мюнхене. В Мюнхене живет много счастливых жителей. Один из таких 12-летний мальчик по имени Руди. Руди живет со своей старшей сестрой Лизель и младшим братом Клаусом. Его отец слушающий НММ в общем слушающий партии с тех пор, как сражался с ними во время революции против Кайзера. А мать гордая домохозяйка, которая ухаживала за ранами героев революции во время кровавой борьбы. В раннюю субботу Руди и Лизель получили деньги, чтобы сходить и купить на рынке свежие фрукты и хлеб для своего дома. И это занятие особенно пришлось по душе обоим. В открытом рынке, где развивались флаги Новой Германии, покупатели, владельцы магазинов, приветствуют друг друга вскинутой рукой фразой Слава Геббельсу. Прежде чем завершить мы это осуждаем, естественно, прежде чем завершить свою сделку и помахать на прощание рукой, Руди и Лизель привыкли к этому. В конце концов казалось естественным поблагодарить человека, который принес им процветание. Когда они возвращались домой с рынка, что-то привлекло внимание Руди. На стене висел плакат, на котором были изображены три крысы, держащие штыки, направленные на Германию восклицающие. Опасность для Германии будет угрожать нам до тех пор, пока они не будут уничтожены. Первая крыса носила берет и усы, вторая пикельхаубе с большими красными губами, а у третьей были курчавые волосы и в общем вы поняли. Руди сразу понял кто они. Коварные французы и вероломный кайзер в Африке. Его кровь начала закипать и лицо покраснел от гнева. Он стоял с внутренними пожеланиями врагам, завидующим Новогерманию и ее благополучию. Когда Лидель позвала его, Руди сразу понял кем он хочет стать в будущем. Солдатом, который направил штык на трех крыс. Наставляйте ребенка на путь, по которому ему надо идти и даже в старости он не отступит от него. Мы это естественно все осуждаем. Так, 26 минут, но еще есть время. Можем атомные проекты создать. Специальный проект Уран, возглавляемый Вальтером Герлахом, этот проект направлен на использование расщепляющихся материалов, таких как уран, для создания новых источников энергии. Другой путь создания давно территоризирующей урановой бомбы, которая, по прогнозам ученых, может сравнять с землей целые города всего одной бомбой. Если их предсказания верны, то мы должны заполучить это оружие раньше, чем это сделают наши враги. То может противостоять нам, если наши слова подкреплены ядерным оружием. Будет бонус к исследованию атомной технологии по 100%. Один раз можем использовать этот бонус. Разработка Volksfern-Шехер На нескольких немецких заводах и лабораториях NMNNP уделяет особое внимание и финансирование созданию нового изобретения для домашних развлечений. Это новое устройство названо руководством партии научно-исследовательскими лабораториями Volksfern-Шехер использует кабельную передачу радиосигналы для проецирования изображений на экран вместе со звуком. Сместа на то, что данный продукт находится на ранней стадии является дорогостоящим в производстве это не помешало высшему руководству партии установить это визуальное радио в своих домах. В настоящее время на Volksfern-Шехер есть только два канала новостной и развлекательный который в основном состоит из живых музыкальных выступлений в различных студиях Уфа. Стоит упомянуть и то, что получить достойный сигнал для Volksfern-Шехера очень сложно, так как гражданская телекоммуникационная инфраструктура не имеет достаточной поддержки. Однако, несмотря на недостатки первых моделей в партии, уверены, что при большем финансировании внимания Volksfern-Шехер сможет однажды обогнать радио. Поистине интересные времена для технологического прогресса. Ну и газеты давайте тоже провластные создадим. Так, а тут мы построим линию Дюссельдорф-Франкфурт-Нюрнберг. Так, заводы еще появляются, но естественно, что-то тут же поставить сейчас. Ну и давайте прокачаем уже до конца нашу экономическую ветку разработку ракет возьмем. Специальный проект PFL названный в честь немецкого слова обозначающего стрелу представляет собой сверхсекретный проект разработки возглавляемый Вальтером фон Брауном по созданию баллистического оружия большой дальности. Доктор фон Браун обращался к правительству с просьбой о финансировании подобного проекта с тех пор, как Кайзер сел на свой трон. Теперь, имея столько денег, сколько он мог пожелать, он уверяет нас, что рабочая ракета V1 будет готова через несколько лет. Сам фон Браун стремится в космос, однако мы будем стремиться к нашим врагам. Ну а в космос в будущем по наследствиям ракет стопроцентный, чтобы использовать его один раз. Неплохо, неплохо, мне нравится. Решение вопроса. Не секрет, что Геббельс и НМНП не питают особой любви к евреям, считая их чужеродными и ответственными за страдания немецких рабочих со времен средневековья. лидер и руководство партии с момента своего прихода к власти преследовали население в Германии. В последнее время их режим усиливает действия по решению вопроса о них в стране. Для выполнения этой задачи лидер подписал указ о создании центральной организации по делам нежелательных граждан, действующих как подразделение РР, укомплектованное членами РР с обширными знаниями в области этой темы и некоторые из них даже свободно говорят на иврите. Этот отдел, как ожидает, режим разрабатывает план по изгнанию нежелательных населения с немецких земель или по крайней мере по их изоляции. Уже начали разрабатывать планы, в которых подробно описываются соглашения с местными правительствами на Магадаскаре и Леванте о приеме данных эмигрантов, а также пути эмиграции их в эти страны. Вместе с этим появляются планы по концентрации городского населения, подгороженных стенами гетто внутри этих городских центров, а также с предполагаемыми скоординированными преследованиями и нападениями со стороны полиции, чтобы им дать понять и дополнительно, ну, чтобы уехать. В связи с этим предполагаемыми планами возникли очевидные проблемы с правами человека. Многие правительства обвинили действия партии в жестокости и мерзости, а даже некоторые союзники Германии выражили озабоченность. А так, маловероятно, что эти возражения сильно изменят курс, который Германия решила взять в отношении этого народа. Мы это осуждаем. Так, ну, с политической экономической веткой мы закончили. В следующей серии уже тогда будем заниматься армией, именно реформируем полностью армию и, скорее всего, будем уже начать перевооружение, да? А где мы это возьмем? это перевооружение, не понял. А, ну, понятно, формирование немецкой новой армии. Понятно. Тут вот, когда мы все это будем делать, нам откроется и внешнеполитическая ветка. Прекрасно. Это класс. Так, ну, в общем, возьмем фокус формирования новой армии, прочитаем его и закончим на сегодня. Теперь, когда наша промышленность работает на достаточных мощностях, можем приступить к реорганизации наших вооруженных сил в национальную народную армию с тремя запланированными подразделениями. Национальная фольксмарины или военно-морской флот, национальная люфтваффа или военно-воздушные силы и национальный фолькс шер или армия. Эта новая армия будет более современной и более эффективной, чем когда-либо могли бы могли быть старые имперские вооруженные силы. Они будут защитниками революции у себя дома и даже за границей. Вот. Ну что ж, на этом я тогда буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на все соцсети в описании. Мои соцсети. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте переводчиков, которые предоставили данный перевод этого мода мне. Ну и качайте именно тоже русификатор этого мода по ссылке в описании. Качайте только русификаторы от группы Lingva, потому что они единственные официальные переводчики кайзердукса и довольно делают качественные переводы, хоть и бывают всякие косячки маленькие и какие-нибудь неточности, ошибочки, но это у всех бывает. Ну а так они очень делают хорошую и трудную работу. Поэтому выражаю благодарность им и вам тоже советую. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх и знайте, что самое интересное еще впереди. Всем удачи и пока.